Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 июля, Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна Многострадального. Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский подвязался в Киево-Печерской лавре. Подвижник рассказывал, что от самой юности многострадал мучимый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому Авве. Через сутки Многострадальный Иоанн услышал голос. «Иоанн, тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, неведением и молчанием ослабить брань. И Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». С того времени святой поселился в пещере, и только через 30 лет победил плотскую страсть. Напряженной и жестокой была борьба. Тернистым путем шел преподобный к победе. Иногда хотелось ему покинуть затвор, но потом он решился на еще больший подвиг. Святой воин Христов выкопал яму и с наступлением великого поста влез в нее и засыпал себя землей до плеч. Весь пост провел он в таком положении, но жар страсти по-прежнему не покидал его многотрудную плоть. Враг спасения навел на подвижника страх, желая выгнать его из пещеры. Страшный змей, дыша пламенем, осыпая искрами, пытался поглотить святого. Несколько дней продолжались действия лукавого. В ночь воскресения Христова змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда святой Иоанн возвал из глубины сердца. «Господи Боже мой и Спасителю мой, почему оставил Ты меня? Помилуй меня Ты, един человеколюбивый. Избавь меня от скверного беззакония моего, чтобы не увязнуть мне в сети неприязненного. Избавь меня от уз врага моего. Блесни молнию и прогони его». Вдруг блеснула молния, и змей исчез. Свет божественный осиял подвижника, и послышался голос. «Иоанн, вот тебе помощь! Отсели, внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее, и не пострадал ты в будущем веке». Святой поклонился и сказал. «Господи, зачем Ты оставил меня так долго мучиться? По силе терпения Твоего был ответ. Навел я на Тебя искушением, чтобы Ты был выжжен, как золото. Крепким и сильным слугом назначает Господин тяжелую работу, а немощным и слабым – легкую. Ты молись о себе, погребенному здесь преподобному Моисею Угрину. Он может помочь тебе в этой борьбе. Он выше Иосифа Прекрасного. Скончался преподобный около 1160 года, стяжав благодать против блудной страсти. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах. Во все времена монахи были духовными наставниками мирян, обличителями неправды, сильных мира сего, и заступниками застрадающих, борцами за чистоту догматов и канонов, вели миссионерскую деятельность, организовывали школы различного уровня, собирали библиотеки и переписывали духовные книги, занимались благотворительностью, давали из своей среды высших церковных иерархов, и, конечно, самым главным делом монашествующих была молитва за мир, направлявшая всю его жизнь к Царству Небесному, избавлявшая от многочисленных внутренних и внешних бедствий. Среди киево-печерских подвижников канонизировано 73 преподобных, почивающих в ближних Антониевых пещерах, и 50 преподобных, подвязавшихся в дальних Феодосиевых пещерах. Честна пред Господом смерть преподобных его. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мученика Емелиана, мученика Иоакинфа Амастрицкого, преподобного Памвы Затворника Печерского в дальних пещерах, преподобного Памвы Пустынника, всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин